Сегодня пройдемся по звездам, которые, условно говоря, на время исчезли с небосвода. По собственному желанию. Так Земфира уже семь лет не выпускала клипов на свои песни. И вот первого февраля свежий ролик на композицию «Злой человек». Фанаты ликуют. Главную роль исполнила, ну, без сомнения, Рената Литвинова. Ее героиня на протяжении всего видео едет на ретроавтомобили в метель. И чтобы не заснуть, беспрерывно курит. Именно поэтому, дабы не нарушить телевизионное законодательство, показываем лишь крошечный отрывок. Я злой человек, злой человек, я твой человек, твой человек, смотри на меня, падает снег. К слову, эта композиция стала саундтреком к фильму «Ренаты. Северный ветер», который выйдет на экраны в начале февраля, а песня должна войти в новый альбом Земфиры. Уже ждем! Следующая новость касается красавицы Дженнифер Лопес. Если раньше она и играла мамочек, то совсем молодых. И вот уже актриса переходит в новую ипостась. И ей предстоит сыграть главную роль в предстоящем боевике «Мать». По сюжету Лопес – наемница, скрывающаяся от врагов. Но ей придется выйти из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад. Повторяю, много лет назад. То есть она мать уже взрослой дочери. Как бежит время. Дженнифер сама будет продюсировать этот проект, а снимет ленту Ники Каро, создавшая Мулан. Теперь о продолжении легендарной «Матрицы». В сеть слили возможное название четвертой части. В инстаграм-аккаунте одной из гримерш на снимке заметна открытка, на которой можно прочитать название, которое переводится как «Матрица воскрешения» или «Воскрешение Матрицы». Официально название никто не подтвердил, но из соцсетей стали быстро удалять фотографии и публикации на эту тему. Премьера четвертой части «Матрицы» назначена на 22 декабря 2021 года. Главным ролям в новой серии франшизы вернутся Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс. Что ж, с воскрешением вас!